Вот на что способно копеечное средство из любой аптеки. Перекись может убить ваш ЖКТ. Всего 50 рублей, а вреда на миллион. Мне вот просто бомбит, если честно, когда я вижу вот эти ролики, типа копеечное средство, купи, вот так вот налей и начинай принимать каждое утро. И люди реально ведутся и пьют. Но знаешь, что общего у Кока-колы и копеечного средства, которое называется перекись? Нет. Ими можно чистить раковину и лечить ОРВИ. Но если первое это правда, то второе это бред сивой кобылы. Но почему-то кто-то до сих пор в это верит и продолжает опасные эксперименты со своим здоровьем. Поэтому в этом видео я расскажу, почему категорически и ни при каких обстоятельствах нельзя пить перекись и верить, что это убьет все вирусы в вашем организме. Откуда вообще возник этот миф? Почему перекись может убить ваш ЖКТ? А досмотрев этот ролик до конца, я дам список анализов, которые помогут проверить, все ли с вашим ЖКТ в порядке. Откуда вообще возник этот миф? Дело в том, что перекись дама нестабильная и она легко в воздухе расщепляется на воду и кислород. Так вот, любители лечиться всем подряд, но неправильно, думают, что этот кислород каким-то образом будет насыщать их клетки. Никаких исследований, конечно же, нет, а только есть вера в чудо. А на самом деле этот кислород мощный радикал и никакие клетки он не насыщает, а наоборот разрушает мембраны и рецепторы. Перекись не разбирается кто свой, кто чужой и сжигает абсолютно все на своем пути. В итоге здоровые клетки перестают выполнять свои функции, а вы себя не лечите, а напротив калечите. А еще я специально прочитал, что написано на перекиси. Средство, дезинспицирующее кожный антисептик, применяется наружно. Наружно. Я не понимаю, кто вообще придумал, что ее нужно пить. Написано же наружно. Вот даже на самом флакончике производитель это написал. Ну, а если вы все-таки решили пить перекись даже после моего монолога, то ждите проблем с ЖКТ, а именно ожогов пищевода. А на фоне изменения по желудка, которое может вызвать большое поглощение перекиси, у вас может развиться язва. Особенно это касается людей, у которых кислотность уже повышена. Перекись это окислитель. А теперь представьте, что вы в кислую среду налили окислитель. А еще знаете, каким клеткам будет наиболее полезна большая порция кислорода? Какие клетки с радостью будут делиться, если будет большое количество кислорода? Раковые. Поэтому сторонники перекиси, которые утверждают, что она предотвращает онкологические заболевания, очень безграмотные люди. А если вы видели такие ролики или ваши знакомые, или вы даже пили когда-то перекись, напишите об этом в комментариях, как они себя чувствуют. Недаром Центры по контролю профилактики заболеваний США предупреждают, что даже малая концентрация перекиси, а именно 3% может привести к ожогам пищевода, ротовой полости, а также рвоту, диарею и вздутие живота. Это в лучшем случае. А в худшем случае пузырьки воздуха могут привести к эмболизации, то есть закупорке кровеносных сосудов. И в таком случае вы можете получить некроз тканей. А так как перекись влияет на состояние ЖКТ, снижая PH желудка, то специальный фермент пепсин перестает нормально функционировать. И ваши микроэлементы, которые вы потребляете, B12, железо, цинк, витамин D, омега, они перестают нормально всасываться. Поэтому у вас могут быть еще и дополнительно дефициты. Причем дефициты могут быть, даже если вы не пьете перекись. Я рекомендую абсолютно каждому пройти мой бесплатный тест на дефицит железа. Там 20 вопросов и в конце вы получите расшифровку. Тест абсолютно бесплатный. Я рекомендую пройти абсолютно каждому человеку, который испытывает постоянную общую слабость, усталость, одышку, сонливость, учащенное сердцебиение, выпадение волос, ломкость ногтей, а также сухую кожу. Ссылка на тест в описании к этому видео. Итак, как понять, что у вас есть проблемы с ЖКТ? Нужно обратить внимание на свои симптомы. И первое, на что я всегда рекомендую обратить внимание, это изменение вашего стула. Стул может быть либо жидкий, либо напротив могут быть запоры, изменение цвета и запаха. Есть даже такая брестольская шкала кала. Можете посмотреть, вот она на экране, вот так выглядит и сравнить свой кал по брестольской шкале. Следующее это боли в животе, рвота, тошнота и самый частый симптом это изжога, отрыжка кислым, горечь во рту, сухость во рту. Это один из симптомов гастроэзофагиального рефлюкса. Гастроэзофагиальный рефлюкс это когда содержимое вашего желудка забрасывается в пищевод, вызывая ожоги, а также газообразование, вздутие и урчание в животе. В этом случае необходимо обследоваться. Первое, что очень важно сделать, нужно сдать тест на хеликобактер пилори, который называется дыхательный урязный тест. Золотой стандарт диагностики вот этой вредоносной бактерии. Если он положительный, то его нужно уничтожать, лечь с антибиотиками. У меня есть подробное видео на канале «Как лечить хеликобактер». Следующее очень важно при этих симптомах пройти ФГДС, а также УЗИ органов брюшной полости. Из анализов я рекомендую сдать анализ кала, который называется КО-программа. А также не помешает посмотреть биохимический анализ крови, а именно АСАД-АЛАТ-Билирубин для определения правильной работы печени. А людям после 45 лет обязательно нужно пройти колоноскопию. К сожалению, если регулярно не проходить обследование ЖКТ, это может привести к плачевным последствиям, вплоть до рака желудка и кишечника. А если вы ищете, где пройти обследование, найти себе грамотного гастроэнтеролога, я рекомендую обратиться в мою клинику Абакумов клиник, которая находится в Москве в шаговой доступности от метро Киевская, в которой есть 30 врачей с большим опытом и все виды обследований. Ссылка на клинику и цены в описании. Поэтому, друзья, ни в коем случае не верьте всей информации в интернете, особенно не пейте такие вещи, как перекись, соду, пепел от сигарет не ешьте, тогда ваш желудок прослужит вам намного дольше, а также проходите обследование раз в год.